Приветствую всех неравнодушных к спортивным и околоспортивным событиям в новом году. В моем тренировочном графике, как всегда, перерыв для записи блока новостей о нашем родном орловском спорте. Расскажем, что успеем. Немного ретроспективы. В центре Патриот 57 взяли торжественную ноту, раздав благодарности и грамоты. В зале были победители еще сентябрьских всероссийских военно-патриотических соревнований «Тропа боевого братства». Сами ребята гоняют быстрее, чем документы, через все необходимые столы делопроизводства и типографии. Но вот победителям тех гонок вручили благодарности губернатора области и грамоты от Всероссийской организации ветеранов боевого братства, которая и проводит ежегодные одноименные соревнования. Прошли те соревнования в поселении Вороновское, что расположено в Новой Москве. Каждый раз эти гонки на выживание, в кавычках, конечно, собирают несколько сотен участников из разных регионов. Маршрут 5 километров, разбавленных искусственными препятствиями. Забеги были среди команд мужских, исключительно женских и среди смешанных. Результат у Орловчан следующий. Мужская команда, первое место и женская тоже. Молодцы. Поддержали Орловскую область. Все было на уровне. Ура! Всегда приветствуем тех, кто практикует и с собственным примером пропагандирует военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта. Ну и кстати, военно-патриотический клуб «Витязи Отечества» «Искром» провел соревнования по скоростной стрельбе, посвященной 46-й годовщине со дня образования Центра «Витязь». Отряд с этим именем был первым подразделением специального назначения, сформированным в системе внутренних войск СССР. Как догадается любой, имя клуба «Искром» тоже не случайное. И вот, стрельбы были на время, из разных положений. Клуб благодарит за помощь ветеранов отряда и все тоже боевое братство. Под Геленджиком, который многие знают как курорт, состоялась эндуро-гонка «Мокрая миля». Мужчины прибыли туда, чтобы двигать вверх, верхом на мотоциклах. Гонка по горам. Трасса постепенно усложнялась. На ней обозначили всего две контрольные точки – КП номер один и финиш. На прохождение от старта и до первого КП давалось 90 минут. Кто не уложился в этот лимит, уже не участвовал в рейтинге самых крутых. На все про все давалось 4 часа. По их истечении происходила фиксация участников там, куда они смогли добраться к моменту окончания гонки. Таким образом и было определено место каждого участника. И вообще все получили награды. Было за что. Сами они описывали случившееся не как гонку, не как открытую тренировку, а как эндуро-побоище и борьбу за выживание. Ведь накануне всю ночь лил дождь, и ручей, по которому проходила трасса, превратился в горную реку. А по ней вместе с водой иной растекли камни. Местами было трудно держаться даже на ногах, не то что на мотоциклах, весом больше 100 килограммов. В общем, орловчанин Андрей Граф добрался до финиша 20-м из 40 участников. Орловская дворовая лига провела рождественский кубок 2024. Это турнир по мини-футболу, собравший 16 команд, поделенных на два дивизиона. Каждая со своим стилем игры, с сильными и слабыми сторонами. Так что неудивительно, что организаторы кубка отметили уровень, опыт и дисциплину заявившихся команд, их амбиции, и что сразу несколько команд были достойны победы. Игры проходили по стандартной системе блиц-турниров в зале ФСО России. Играли по упрощенным правилам мини-футбола, что признано и утверждены Минспортом аккуратно для развития и популяризации массового футбола, что в Орле очень даже получилось. Но это к слову. В первом дивизионе победа у команды Аякс, во втором у команды Созвездие Стрельцов. У меня на этом все. Любите спорт, как люблю его я. Будьте сильны и здоровы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok